господа записал я для вас новенький обзорчик и наконец-то наконец-то многие скажут он принялся за односолодовые виски в этом обзоре я попытался рассказать вам чем отличается гленфидик ну точнее чем отличается односолодовые от блендов неплохих весьма обзор смотрите скоро на моем канале канал про качественный алкоголь называется я попытался поделиться своими основными ощущениями ну и конечно же подписывайтесь на мой инстаграм вот такой здесь прямо не хватает не хватает вас совсем подписывайтесь здесь прям интересные фоточки практически каждый день каждую неделю уж точно всех приветствую на своем канале про качественный алкоголь сегодня мы возвращаемся к одному из моих любимых бурбонов но среди доступных это джимбим и вот такое у нас сегодня довольно интересное сравнение не так много их на русскоязычном ютюбе сравнивать будем его с более премиальным сегментом это джимбим дабл оук на джимбим обычно у меня уже был обзор более того я сравнивал его с теннессийским виски под названием джек дэниелс но мне он почему-то больше напоминает по вкусу бурбон нежели стандартный какой-то блэнд поэтому я все-таки хоть и говорят что джим джек дэниелс это не виски я все-таки не дни бурбон я все-таки считаю его больше бурбоном нежели виски потому что по вкусу очень похож реально не знаю говорил я уже или нет но в последнее время я пришел к такой мысли что если нет денег на какой-то хороший добротный односолодовый односолодовый виски и не хочется покупать там дешманский какой-то бленд я лучше куплю бурбона такого простого как джимбим нежели там дешманского вискаря потому что вот какой-то там бленд средней паршивости который стоит 1000 рублей за бутылочку 07 и джимбим который точно также стоит около 1000 рублей за бутылочку 07 но по скидке точно можно найти джимбим бурбон мне гораздо больше нравится в плане качества потому что ну как-то я не знаю более он питки более мягкий более насыщенный вкус покупаешь в последнее время какие-то дешманские бленды какая-то искусственная сладость прет спиртуозность и так далее поэтому джимбим вот проверенный вариант и это кстати уже тот уровень который реально не хочется заливать колой потому что ну блин джимбим прям добротники бурбон что такое джимбим даблоук я кстати чувство уже аромат распространяется по комнате и тот и тот джимбим выдерживается четыре года в новых бочках из американского белого дуба обожженных вот этот выдерживается полностью четыре года и заливается в бутылке потом это тоже выдерживается около четырех лет но последние там несколько месяцев может четыре может шесть он переливается в новые еще более обожженные бочки и тем самым вот этот финиш добавляет но чуть больше насыщенности вкусу больше копчености мы там почувствуем больше сладости он впитает от бочек вот этой карамельные потому что бочки гораздо больше обожжены изнутри и вот это вот карамельность выпирает из дуба обожженного и соответственно чуть чуть больше вкусов он в себя по сути должен впитывать в теории ну а как на практике давайте попробуем я наверно начну сразу вот с обычного потом попробуем чуть более крепкий он кстати 43 процента вот этот 40 чем же они все-таки отличается что касается цены кстати давайте сразу скажу по акции легко можно найти джимбим 07 за 1000 рублей у нас в ашане он кстати даже без акции стоит там 970 за 07 вот такой очень нужно постараться чтобы найти бутылочку 07 за 1300 рублей в метро там в основном скидочки хорошие но в основном он стоит что-то около 1800 тире 2200 вот как-то так за что такая прям большая наценка за вот этот вот последний финиш 4-6 месяцев в чуть более обугленных бочках но не знаю ладно давайте пробовать ну стандартный такой сладенький бурбон и так как я уже говорил в сусло до этого спиртного это как минимум 51 процент делается из кукурузы для этого сусло сладкий карамельный немножко специи понятное дело бочка но вот эта кукуруза она все-таки во вкусе добавляет немножко слащавости поэтому бурбоны ну на мой взгляд чуть более сладенькие чем виски давайте добавок сразу на запах сравню ну вот этот я залил новый вот этот как видите тут уже пол бутылочки тем более в таком состоянии он находится уже наверно месяц может даже два и тем не менее вкус чуть понасыщеннее будет чуть поярче но основные оттенки все те же это ваниль дубовая бочка и какие-то немножко специи все в принципе несмотря на то что здесь 43 процента здесь 40 я бы не сказал что разница вообще чувствуется и даже в какой-то степени мне кажется вот этот помягче будет немножко чуть менее спиртуозен возможно из-за того что он уже постоял немножко подышал но кстати я сейчас вспоминаю приходил ко мне друг тоже пробовал вслепую и вслепую сказал что вот этот мягче значит возможно действительно какая-то дополнительный вот этот финиш добавляет немножко мягкости смягчает бурбон но хотя непонятно из-за чего до чуть более грубоватый вот этот получается чуть более ванильный чуть более мягкий вот этот все в принципе не знаю я бы вслепую наверное даже не различил ну как-то даже 1000 рублей и 2000 рублей я больше наверное не буду покупать джимбим дабл оук никакой дополнительный вот этот финиш вроде бы должен дать чуть больше гарри чуть больше насыщенности вкуса чуть больше ванильных тонов специй каких-то нифига в остальном же джимбим стандартный мне нравится даже больше потому что он в два раза практически дешевле вполне добротный бурбон и пишите в комментариях пожелания для дальнейших обзоров ну а мне на сегодня все всем спасибо за внимание и пока